Впервые с конца мая канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с Владимиром Путиным. Их разговор продлился полтора часа. Шольц призвал российского президента прекратить войну в Украине, признать ее суверенитет и территориальную целостность. В противном случае дипломатическое решение невозможно себе представить, написал по итогам разговора канцлер Германии в Твиттере. Шольц и Путин также обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и глобальную продовольственную безопасность. За два дня до этого на схожие темы с Путиным говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Почему западные лидеры все еще разговаривают с российским президентом? На самом деле он умер для Запада как партнер самое позднее в феврале, после вторжения в Украину. Но мы всегда должны исходить из того, что политики – это прагматики. Это означает, что они разговаривают с кем-то, кто обладает властью, а не с тем, кто морально и этически чист. Это означает, что до тех пор, пока вы исходите из того, что Путин располагает властью принимать решения, вам придется с ним говорить. Ведь и для заключения мира тоже нужна вторая страна. А на данный момент это российские президенты, российское правительство. Даже если они и не в состоянии вести переговоры. Между тем, на востоке Украины продолжается контрнаступление украинских вооруженных сил. Президент Владимир Зелянский сообщил, что они освободили уже около 8 тысяч квадратных километров территории страны. Именно изменение ситуации на поле боя могло послужить предлогом для этого разговора, считает политолог Алексей Юсупов. Опыт всех конфликтов, на самом деле, в мировой истории показывает, что их конец разрешения всегда так или иначе связаны с общением между руководящими сторонами конфликта политиками и людьми. Поэтому я не думаю, что в этом разговоре происходит какое-то убеждение или попытка принести какие-то новые аргументы. Это на самом деле достаточно протокольная история, в которой речь идет о том, что учитывая изменения на поле боя, на фронте, в самой России регулярно есть возможность прозондировать изменения мышления в Кремле. При этом Юсупов отмечает, что Западу важно говорить именно с Путиным. Мы увидели вместе с вами, что принятие решений, о судьбоносных даже решений в России, это не институциональный процесс. Или, во всяком случае, очень условно институциональный. Он очень индивидуализированный, он происходит на самой вершине пирамиды, существенная часть государственного аппарата элит была не в курсе того, что будет совершено нападение на Украину. И поэтому этот разговор, он ведется с тем человеком, от которого многое зависит. Что именно и как в голове Путина происходит и в окружении его, нам это неизвестно, но именно поэтому они регулярны, эти разговоры. Однако подробное изложение содержания разговоров и широкое освещение в СМИ играют на руку Кремлю, считает политолог Герхард Мангат. Ведь с помощью санкций Запад пытается изолировать Россию, а подобные звонки посылают обратный сигнал. Такие разговоры, ставшие достоянием общественности, на самом деле идут на пользу Путину, поскольку показывают, что он не изолирован. Не полностью изолирован от Запада. Что главы правительств или президенты государств разговаривают с ним. В этом отношении обнародовать такой телефонный звонок вдвойне глупо и не совсем целесообразно. Канцлер Германии подчеркнул, что намерен и дальше поддерживать контакт с российским президентом. Однако он заявил, что любые дальнейшие попытки России аннексировать территории других стран не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.